Всем привет! Доброго времени суток! Кто где подключается, кто с нами уже на инстаграме, кто на футбук, кто на нашем колхозном зуме. Если вы в полном шоке и недоумении от того, куда вы попали, то я вам рад сообщить, что вы попали на ежедневный урок Покетсу Жуханоруха. У нас уже второй день подряд получается из него сделать ежедневный урок, так что жизнь продолжается, Жуханорух продолжается, еврейское законодательство продолжается, вот это вот книжка. И мы с вами на прошлом уроке начали, на мой взгляд, очень интересную главу. Как я уже неоднократно говорил, глава является не интересным, материал является интересным и в том случае, когда мы выучим вещи, которые, ну, казалось бы, для нас и так понятны и очевидны, а тут бум, и вдруг это оказывается еще и Аллаха. И нам от этого очень тепло и приятно на душе. Итак, мы учим с вами 42-ю главу, которая называется Аллахот Сеуда «Законы трапезы». И за исключением первого параграфа, который там больше связан с животноводческими моментами, да, в общем-то, и с домашними животными, которых кормить нужно до того, как вы начинаете сами трапезничать, мы, в общем-то, с вами выучили, учим законы хорошего тона, хорошего тона, когда люди правильно себя ведут за столом. И оказывается, вот представляете, это еще и еврейское законодательство, манеры хорошего поведения. Что мы с вами выучили на прошлом уроке? О том, что некрасиво кушать руками, тем более большие кусочки. Нельзя брать большой кусок еды и отламывать другой, засовывать в рот. Здесь даже не шла речь еще о ноже, вилке и так далее, а шла речь о том, что большие куски не откусывают. Если вы откусили что-то, не кладут соседу в тарелку, в общую тарелку или возле тарелки, кладем обратно себе в тарелку. Не пьем залпом, потому что это не только правило плохого тона, но и тогда мы позиционируем себя как обжор. Если это небольшой стаканчик, то выпиваем за два глотка, если это не идет речь о шаткапс, который там просто одним шатом, поэтому называется шат, можно выпить. Ну и так далее. То есть вещи достаточно очевидны. Предыдущий урок сегодня можно будет уже посмотреть на моем канале ютуба, поэтому мы с вами, дам господа, будем продолжать учить достаточно очевидные вещи. Продолжаем. Для тех, кто следит по тексту, у нас 42 глава, и мы начинаем пятый параграф. Хочу еще заметить одну вещь, которую, на мой взгляд, важно повторить, что когда вы садитесь с тропейщицей за столом, если сами своими любимыми вместе со своим фейсбуком, айфоном, я не знаю, с кем вы садитесь кушать, то делайте, что хотите. Но если вы садитесь с другими людьми, это последнее, что вы выучили на прошлый урок, то, пожалуйста, не будьте с очень сердитыми. Даже если вы считаете себя крайне религиозными людьми, в первую очередь мы должны быть приятны окружающим. Человек, который считается крайне, я вообще не понимаю, почему это как-то должно быть связано, но мы постоянно с этим сталкиваемся. Особенно у нас с вами неофитов, что человек, который становится религиозным, очень сразу становится серьезным человеком, в особенности по отношению к себе и строг по отношению к другим. Запрещено в таком состоянии, в таком расположении духа садиться за стол, потому что все правила поведения за столом, они связаны с тем, чтобы люди, которые сидели с тобой, им было с тобой приятно сидеть и проводить время, потому как стол, как мы с вами говорили в предыдущих главах, он сравнивается с жертвенником, и вокруг жертвенника должна быть радость от того, что мы можем принести благодарственные по отношению, от того, что у нас все хорошо или грекоочистительные и так далее, поэтому и за столом должно быть хорошее настроение. Ну а следующий параграф, пятый параграф, который мы начнем, вы все про него учили в школе или даже в детском саду. Пятый параграф. Новое слово выучим с вами, вы, по крайней мере, выучите, да? Простое, известное всем правило. За столом нельзя разговаривать, точнее, надо подчеркнуть четкость формулировки Раб Ганстрим, да, автора Китсу Шуханаруха, что во время трапезы, пока мы кушаем, нельзя, это опасность разговаривать. Все поняли, когда я ем, я глухонем, потому что может там, как они называются, что-то там не туда попасть, то горло, одно поменяется, горло с другим, здесь они называются, кане, это, этот самый, по-моему, яблочко, ну я не помню, как они точно на русском называются, короче, все знают, что можно подавиться. И даже если человек чихнул во время трапезы, да, вдруг нос там, перец попал, или что-то такое, пока ты себе перчил, то нельзя ему сказать «асута». «Асута» — это на армейском «на здоровье». Можете теперь показаться большими там медхохами, и когда кто-то будет чихать, то вы скажете «не на здоровье» или «цугизунт» или «лебриот», скажите «асута». Все подумают, о, какие крутые образованные евреи, да, на армейском это «асута», и вообще, на самом деле, я часто слышал, что люди, которые говорят «наиду», что же говорят не те, которые в курсах, по крайней мере, говорят не «цугизунт», а говорят «асута». В общем, можно теперь желать друг другу «асута». Да, вернемся, я заговорился по поводу «асута», но вернемся к теме, это то, что даже сказать кому-то «асута» на «лебриюц», на «здоровье», если кто-то чихнул, тоже нельзя, когда вы кушаете. Но сейчас мы объясним, что имеется в виду, если вы знаете, что все угрюмо молча сидят за столом, это тогда будет противоречить предыдущему отрывку, который мы с вами выучили. Но в тот момент, когда вы не кушаете запад, мы обязаны говорить слова Тора, и с этим нужно быть очень осторожным. Почему рафганцы так предупреждают? Потому что нужно быть очень осторожным с тем, что вы должны говорить слова Торы за столом, потому что почитайте «Перкевод», там говорят очень неприятные вещи по поводу человека, который сидит на трапезе и не говорит слова Торы, ой, не хочу даже повторять, тем более, что еще не завтракал. Поэтому просто откройте «Перкевод», книгу «Этики наших мудрецов», там написаны очень-очень хорошие вещи про тех, кто сидят за столом, даже если ты в одиночку сидишь и не говоришь слова Торы. Поэтому говорить слова Торы с полным ртом – это не камильфо, не только это плохие манеры, но и опасно для жизни, как говорит Шулхан Ару. Есть хорошая традиция, это такая формулировка, которая говорит, что это не Аллаха, это не обязанность, а просто это хорошая вещь, правильно так себя вести, что после того, как съели первый кусок хлеба, то есть выполнил обязанность, съели столько, чтобы было не без причины стало сказано благословение и можно было сказать же «Беркат Амазон», не обязательно после этого переставать кушать и все, вставать из-за стола, мыть руки и говорить «Беркат Амазон», нет. После того, как вы съели достаточно хлеба на благословение, есть хорошая традиция, сказать «Мизмон Давид Ашем Руи Вело Иксор», псалом, который мы красиво поем с вами вместе на территории Трапеза, те, которые к нам, конечно, регулярно приходят в синагогу, просто для того, чтобы были обязательно сказаны слова Торы, но кроме того, именно этот псалом, просто можно сказать, я не знаю, «Ашем Мелых Эллоу Ламбает» тоже будут слова Торы, или «Шмай Сраэль», но почему именно этот псалом, потому что все, дамы и господа, должно быть выдержано в стиле и в тему «Шоу Тора Вегам Тфила Аль Мизон Тав», потому что этот псалом, он одновременно, естественно, является и словами Торы, и также тематика этого псалма – это молитва, благодарность за пропитание, которое мы получаем, поэтому всегда говорится на третьей трапезе, такой популярный псалом принцип, что кушать, как говорится, всем очень-очень хочется. То есть, зачем мы говорим этот псалом? Это традиция, чтобы сразу, вот уже в момент, что такое понятие, как трапеза, уже установлено, в этот момент вы сразу говорите слова Торы. Таким образом, вы и благодарите Всевышнего, и сказали хороший псалом, можно песенку красивую спеть, на которую положена мелодия, на которую положена этот псалом. Короче, убивайте всех, все стадо зайцев сразу. Продолжим дальше. И традиция, как вы знаете, по окончании благословения, по окончании трапезы, мы говорим в будные дни, в псалом, сидящий у реку Вавилона, в ревосу Бавилон, там сидели и плакали, а в радостные дни, когда мы не говорим Таханун, как шабаты, праздники, да и просто какая-нибудь трапеза, которая просвещена большому событию, мы, как, например, в это воскресенье, мы говорим в Беркаде, Мазон, после окончания пои, в честь внесения нового свиткатора, в память о моей маме, говорят Ширамало, все знают красиво, тоже мы его поем. Зачем, говорят эти псалмы, и почему-то приводятся именно в этом параграфе, в шелхонорухе, потому что эти псалмы выполняют функцию, что если вдруг вы говорили о ремонте, отдыхе, туризме, работе, или я не знаю еще о чем, за трапезой, и забыли, что нужно сказать слова Торы, то эти псалмы выполняют функцию, что вы в любом случае сказали слова Торы за столом, а кушать и между принятием пищи с несполненным том и не говорить слова Торы в этот момент, это очень нехорошо, о чем мы с вами уже много упоминали, и опять же, почитайте Пиркевод, где там об этом подробно и картинно достаточно говорится. А когда вы за столом, вы вообще такой фанатично религиозный, и все знают, что вы такой специально религиозный, что вы просто книжку из рук не выпускаете и сидите за столом тоже с толмудом и учитесь, говорит Рафган Свит, к нам это сегодня меньше релевантно, но есть другой очень релевантный момент этого законодательства, нужно быть очень осторожным, потому что очень часто в книгах бывают такие ракообразные, которые могут попасть из книжки, переползти вам в салатик, и вы их скушаете, и тем самым нарушите сразу шесть заповедей. Исторы — это те, которые кушают всяких насекомых. Но сегодня уже бумага делается по-другому, и книги стаются по-другому уже. То, что называется библиотечный червь, не столь... Книжный червь, да, по-моему, говорится, не столь распространенная вещь, я не хочу обидеть библиотекарь, тем более, что я вижу, что если у нас такие присутствуют здесь профессиональные библиотекари, нет, имеются в виду действительно какие-то насекомые, которые заводились в книгах, какие-нибудь там термиты или что-то, с ними нужно быть очень осторожным, когда кладешь книгу на стол. Но давайте сегодня это не столь релеванно, потому что, опять же, технология книгопечатания немного поменялась с 19 века, но есть другая одна очень важная вещь и логистически очень полезная. Почему мы стараемся не класть книги на стол? Объясню почему. Потому что, когда мы кладем книги на стол, происходит следующая вещь, которая нам очень проблематична одну неделю в году. Конечно же, речь идет о празднике Песа, потому что в праздник Песа нужно проверять все те пространства, которые могли соприкасаться с едой. А когда книжки кладешь на стол, то крошки элементарно попадают между страницами. И тогда, дорогие мои слушатели и видеозрители, перед Песахом вам нужно взять всю свою библиотеку и по страничке вытрусить все книжки, проверить, что там не будет крошек, а о важности проверки хамеца и серьезности отношения к тому, чтобы не было хамеца в ваших владениях, мы говорили не так давно. Поэтому мы стараемся, каким бы вы ни были фанатичными, и книжки вы не выпустите из рук за стол, книжки не носить. Это потом просто очень много времени тратится на то, чтобы это все, как говорится, вычищать. Продолжим дальше. Кто следит с нами по тексту, 42 глава, 6 параграф. Продолжаем правила хорошего тона за столом. Это я повторю для тех, кто присоединяется в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. Два человека, которые сидят за столом, или даже больше, чем два человека. И даже у каждого есть своя тарелка, вы такие развитые трапезницы, трапезнячины, не знаю, как точно сказать, те, которые сидят за трапезой, что у каждого есть своя тарелка. Напоминаю, что были времена, когда это было не очевидно. Или просто вы кушаете фрукты, но у каждого есть кусочек этого фрукта перед вами. Всегда первым должен начинать кушать тот, который постарше. Струмится постарше. Мы с вами обсуждали, так сказать, критерии, по которым определяются приоритеты, кто старше, кто младше, то не обязательно по возрасту. Человек более уважаемый в знаниях Торы, как объясняется в Геморре Кедушин, что разница есть между сейва и закен. Сейва – это старость, или в дословном переводе – это седина. А закен объясняет Геморре Кедушин. Закен объясняет Геморре Кедушин – это расшифровывается как «зе канахухма», человек, который приобрел мудрость. То есть тот, по-простому, тот, когда вы сидите за столом и первым начинает трапеваться, всегда должен тот, который по старшинству, короче, который более уважаемый за столом. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. А человек, который хватает еду даже из своей собственной тарелки раньше, чем тот, который, так сказать, главнее, называется «абжорай». Ну, вы же не хотите, чтобы вас подумали, что вы «абжоры», хотя наш вес и так об этом свидетельствует. Продолжим дальше, седьмой параграф. Два человека, тут очень такая маленькая деталь, но интересно. Два человека, которые кушают из одной тарелки, из одной миски, из одного блюда. То, что в Америке называется «family style». То есть есть еда общая на всех. Даже если вы кладете сами в себе в тарелку или просто все там кушают какие-нибудь орешки из одного и того же блюда, если два человека так кушают, то один перестал кушать для того, чтобы попить или что-нибудь там сделать, выйти из-за стола, например, или вытереть рот и так далее. Правило хорошего тона, правило правильного поведения, то, что называется на иврите «дерек эрец», что второй должен подождать, то точно так же должен сделать паузу. О чем идет речь? Идет речь не вопрос старшинства или не старшинства, а просто правило хорошего тона, что если кто-то не имеет в виду перестал кушать, а перестал употреблять пищу в этот момент, это не вообще, как сделать трапезу, а именно перестал употреблять пищу в этот момент, вам тоже нужно сделать паузу. Почему? На самом деле это связано с тем, что мы сказали поза, в прошлом параграфе, в пятом параграфе, потому что все то время, что вы кушаете, вы должны молчать, а в то время, что вы не кушаете, вы должны говорить слова торы. А, конечно же, ни камильфой, ни прилично, когда один за столом говорит слова торы, все остальные продолжают жевать и чапкать. Правда, на моей практике я часто бываю в такой ситуации, так как приходится давать лекции во многих местах, в особенности часто бывают всяких центры для пожилых граждан, которых раввина обычно ставит где-то в конце завтрака или перед началом обеда, и у меня нет другого вывода, выбора, как сказать, дамы и господа, кушайте на здоровье, только не сильно громко чапкайте, потому что стоять, самое опасное место для раввина, это стоять между евреями и едой. Но при этом, если вы сидите за столом, и здесь хочу подчеркнуть именно два человека, сейчас мы коснемся этой детали, то если один перестал кушать, попить, вы тоже перестальте кушать и попить. Ну, просто правило хорошего тона. Абаль им хеймэш луша, эн штампус ким бешвили ха. Но если сидят больше, чем два человека, и один остановился, то два других не обязаны прекращать кушать, потому что идут, как известно, за большинством. Давайте еще один параграф на сегодня, восьмой параграф в 42-й главе. Усэ дам црахавэ па. Человеку можно использовать хлеб для каких-то своей потребностей, кроме еды. Теперь мы уже переходим не просто к поведению за столом, а нашему отношению к еде, конкретной еде, или в общем к еде. В данном случае идет речь о хлебе. Хлеб называется охальнетож, необходимая для выживания еда, поэтому к хлебу особое отношение и особые правила. Так вот, хлеб не просто всему голова, а хлеб – это продукт, который можно использовать для разных вещей, не только для еды, но у этого есть определенные ограничения. Поэтому теоретически, говорит рафганцевид, можно использовать хлеб для каких-то других потребностей, кроме как еды. Но только при том условии, что от этого использования хлеб не опротивит, то есть он не станет таким, что его уже будет неприятно кушать. А если это что-то, что сделает хлеб неприятным потом для употребления, нельзя. Помните, может быть, кто-то помнит, я когда был маленький, у моих бабушки с девушкой был какой-то знакомый, который делал фигурки, лепил фигурки из хлеба, а потом поливал их клеем ПВА, для того, чтобы они, так сказать, затвердели. Нельзя. Не еврейская эта тема. Мы этого не делаем. И вот такой, как обычно, такой крайний случай. Хлебом нельзя подпирать какую-то тарелку, миску или какой-то сосуд, чтобы тот не упал. Если она наполнена, из нее может вылиться и хлеб становится неприятным для употребления, то есть промокает, что-то с ним неприятно. Его потом уже кушать никто не будет. Это запрещено делать. Все то время, что хлеб не портится от использования, можно использовать, если после того, как его использовали, его уже не будут кушать. Саляви. До свидания. А если кушают какое-то блюдо вместе с куском хлеба, например, бутерброд, а хлеб является для этого человека как тарелка или ложка, то есть обычная идея бутерброда, хотя есть еще один очень классный пример, сейчас его приведу. Каждый раз, когда вы кушаете еду, для которой хлеб является только веселом, только посудой, вам нужно тоже откусывать чуть-чуть хлеба, чтобы показать, что вы не пренебрегаете хлебом. То есть идет речь о бутерброд, брускетте, я не знаю, еще фэнси это назовете. А то, что осталось от хлеба, тоже должен потом доесть. То есть, о чем идет речь, если я поговорю о бутербродах. Я как-то несколько лет назад был на очередном образовательном семинаре в Израиле, преподавал, встретился там со своими друзьями и с нами в свободное от работы время. И там была одна пара, которые резко сели там на безглютеновую диету и всем морочили по этому поводу голову. Так вот, когда сели там в замечательном ресторане, это даже не ресторан, такой пивной бар, куда категорически рекомендую всем пойти, у меня даже магнитики на холодильнике висят, это бир базар, это, ну, не важно, это такая пивная в самом входе в Иерусалимский рынок Махана Иуда, то мы там сидели пивили пивко, а они решили, очень хотели кушать, заказали бутерброды, но из этих бутербродов все выковырили, а хлеб оставили. Нельзя, запрещено. Вот тут вот прямо так написано, что так делать нельзя, потому что, если хлеб используется как посуда для еды, то его тоже нужно кушать, иначе это неуважение к самому важному продукту в нашей традиции. Есть еще один замечательный вариант, пример, я, кстати, здесь нигде этого не видел, но, опять же, в Израиле очень много в молочных ресторанах, по-моему, только в молочных я это видел, делают такую классную штуку, делают, например, там, луковый суп в хлебе, то есть, представьте себе, буханку хлеба, в которой вырезана внутренняя часть, что делает ресторан с этой внутренней частью, я не знаю, туда наливается суп, так оно потом запекается, такое можно делать все это время, чтобы эту булочку, в которой у вас будете суп, тоже скушать, правда чувствуется, что я еще не завтракал, но, в любом случае, мы закончили восьмой параграф, на этом мы сегодня остановимся, всем огромное спасибо, кто был с нами на Инстаграме, всем пока, до встречи, если есть вопросы, оставляйте комментарии, к этому видео, буду очень рад ответить, всем пока, всем огромное спасибо, кто был с нами на Фейсбуке, представляете сегодня вечером на лекцию по недельной главе, а также оставляйте свои вопросы, если у вас есть комментарии к этому видео, а если вы были с нами на нашем колхозном зуме, у вас остались вопросы или появились, надеюсь, вопросы, вы можете задать их.